МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы начнем наш разговор. Во-первых, я хочу сказать о том, что если у наших телезрителей в ходе программы возникнут вопросы к моей сегодняшней собеседнице, связаться с ней вы можете по телефону, который указан на ваших экранах. Ну а через нашу редакцию, ее электронный адрес вопроссобаков.тв.бай вы можете обратиться к любому участнику программы «Прямая линия» с вопросом, жалобой или предложением. Все ваши обращения обязательно будут рассмотрены и переданы адресату. Ну а самые интересные и актуальные из них мы обязательно рассмотрим в одной из наших следующих программ «Прямая линия». Итак, мы начинаем нашу программу. Галина Петровна, ну, конечно, начался разговор. Я должна, да не просто хочу, я должна начать с поздравления. Поздравление вас с таким знаменательным событием. Ваших коллег, волонтеров, активистов и, конечно, ветеранов Красного Креста. Пожелать вам всех благ, добра, мира, ну и, конечно, здоровья. Спасибо, Наталья. Мне действительно очень приятно получить такое поздравление от нашего Витебского телевидения, потому что на протяжении многих лет вы являетесь нашими друзьями и постоянно освещаете нашу работу в средствах массовой информации. Поэтому спасибо вам тоже. Галина Петровна, вы знаете, вот надо сказать, что ведь вы очень много лет возглавляете Витебскую областную общественную организацию «Красный Крест». Вот мне просто интересно, ведь это довольно сложная структура, с очень многими разными, совершенно разными направлениями. Вот если тематически обозначить какие-то основные из них, что бы вы выделили, вот если вас сказать, чем занимается «Красный Крест»? У нас направлений очень много, как я говорила, 18 международных проектов, но есть основная наша работа, наша миссия на протяжении 100 лет неизменна. Это конкретная помощь людям, конкретная помощь каждому человеку. Да, замечательно. Вот я должна сказать, вот не знаю, ощутили ли вы это, но мне кажется, что, наверное, именно сейчас, вот период пандемии коронавируса, вот внимание, интерес, что ли, к работе «Красного Креста», наверное, возрос. Вот это есть на самом деле, или это такое чисто внешнее ощущение? Нет, это действительно возрос к работе нашей организации. И если вернуться в историю, вот 21-й год, мы занимались тоже профилактическими работой, тоже были беженцы в 21-м году. И были различные инфекционные заболевания, с которыми боролся тоже вместе «Красный Крест». И после войны тоже самое мы занимались. Поэтому работа за 100 лет практически не изменилась, только появилась новая. Новая пришла работа после того, как нас в 95-м году приняли в Международную Федерацию «Красного Креста» и «Красного полумесяца». Это появились такие международные проекты, вы это хотите сказать? Да, да. И, понимаете, если, допустим, первый период этого работы была с беженцами, подготовка сан-инструктором во время войны, медицинских сестер, то вот этот вот наш этап, где я уже работаю, это именно гуманитарная деятельность «Красного Креста». У нас один устав с международными организациями «Красного Креста» отличаются только необходимыми программами на территории своей страны. То есть адаптирована к своей территории, к своему условию. Да, был у нас Чернобыль. Значит, мы занимались проблемами детей, на здоровье, помогали жителям чернобыльцев. Конечно, Витебская область меньше было, не пострадала. Но мы принимали. Но мы принимали. Поэтому то же самое это... Хорошо. А нынешняя ситуация? В период пандемии ваша сейчас основная задача именно «Общество Красного Креста». В чем основная задача, главная работа, в чем она заключается? Я хочу сказать, что работников, сотрудников не очень много в организации. Штатных сотрудников у нас со всеми региональными 50 человек работает. То есть это по всей области? По всей области. Но чтобы выполнить те объемы, которые мы делаем, мы привлекаем наших волонтеров. И вот случилась пандемия. Мы не готовы были к этому, как, наверное, и все. И, допустим, мы делали упор на наших людей пожилого возраста. У нас очень много инициативных групп. То есть вы их брали под опеку своего рода, да? Да. Ну, не только. Мы создавали инициативные. Это была адвокация интересов уязвимых граждан. Мы создали 26 групп из людей пожилого возраста, которые сами помогали друг другу. Да, вот золотой возраст такой у нас организация была. Вначале они пришли к нам, было 10 человек. Потом 60, а когда стало 160, им предложило помощь в создании организации с юридическим адресом. Здорово. Действительно, мы с ними сейчас сотрудничаем. И на наших праздничествах они практически на всех были. Поэтому это очень важно. Но во время пандемии по этическим соображениям мы не могли их задействовать, потому что... Зона риска. Зона риска. Потому что им надо ухаживать. И мы тогда, значит, проанализировали ситуацию. Кого мы должны... Кому были первым помощь? Это тех, кого обслуживают наши медицинские сёстры. Наших подопечных 170 человек. А вторая категория, когда никогда к нам в Красный Крест не обращалась. Это пожилые люди, которые сами ходили в магазин, покупали продукты, питание. В условиях ковида должны были изолироваться. Да, изолироваться. И третья, это, конечно, наши уязвимые категории. Это измест лишения. Это лица без определенного места жительства. Но самые уязвимые категории. Так, они тоже находятся своего рода под опекой Красного Креста в том числе. Да, в том числе. И вот в условиях пандемии оберегали их? То есть поддерживали? Да, мы действительно помогали этой категории. Но самое главное, мы не могли воспользоваться нашими. резервом наших пожилых волонтеров. Поэтому нам нужно было приток новых волонтеров. И так получилось, что многие наши молодые волонтеры находились на самоизоляции. Мы обратились, вот как пример, хочу привести такого хорошего сотрудничества с университетом имени Машерова, нашего государственного. Да, вузы. И вы знаете, что педагогические коллективы этого университета стали нашими волонтерами. Здорово. После работы на своем собственном транспорте, одев форму Красного Креста, значит, они объезжали наших пожилых. То есть довозили продукты, лекарства, да? То есть вот таким вот образом. И когда немножко улучшилась ситуация, педагогические коллективы, мне было очень трудно объяснять, что, например, проректор университета имени Машера, Юля, не может прийти к ним, потому что она является проректором, а не штатным сотрудником Красного Креста, которые ее ждали. Или у нас наш мой депутат, коллега Николаенко Сергей Владимирович, он тоже очень много отдал. Но мы думаем о своих волонтерах. Мы их страховали от ковида и на несчастный случай. Но я хочу сказать, что ковид никуда не ушел. Нам предстоит с ним жить. И вот сейчас новый пойдет проект, идет новая программа тоже при поддержке уже швейцарского Красного Креста. Она называется вакцинация против ковид. То есть мы будем содействовать. Мы будем партнерами нашим лечебным медицинским учреждениям. А в чем заключается? Что это значит? Ваша задача? Чем вы можете помочь? Уколоть кого-то? Нет. Это задачи медицинских сотрудников. У нас будет два. Во-первых, информационная кампания. Ведь мы знаем, что нам очень важен коллективный иммунитет. То есть разъяснительная работа. Разъяснительная. Поэтому у нас на уровне нашей республиканской организации сейчас готовится, вот состоялся тендер, листовки. Листовки трех видов. Одни для пациентов, которые будут выдаваться после вакцинации. Чтобы люди могли знать, какие ожидания могут после вакцинации быть. Куда обратиться. То есть вы сопровождаете пожилого человека, помогаете ему добраться до медицинского учреждения, чтобы сделать эту вакцину. Это первое будет у нас информационная кампания, а второе, волонтерские, сопутствовать по вакцинации именно в сопровождении. Разъясняется, какие могут быть осложнения, чего человек должен ждать. То есть быть готов. Сейчас это будет проект не только Витебской области. Он по всей республике и задействован в 30 регионах. Он еще не работает? Он работает уже. Уже работает. Мы определили 5 пилотных регионов Витебской области. Это Липецкий район, это Глубокский район, Витебский район, Шумилинский район, Сининский район. И подобрали волонтеров, которые будут осуществлять работу в сельских населенных пунктах, где далеко находятся ФАПы. Красный Крест будет осуществлять финансирование транспортных расходов. То есть по доставке пациентов. По доставке пациентов. Но и волонтеры для того, чтобы могли осуществлять работу, они должны быть хорошо обученными. Безусловно. Поэтому мы провели тренинги по первой помощи. Сейчас будет интересный тренинг для них, но для самозащиты так называемая. Как использовать масочный этикет. Если это транспортировка, то может быть все во время поездки. Поэтому очень много нужно знать волонтеров. Галина Петровна, объясните мне, пожалуйста, для того, чтобы понять. Волонтеры не входят в состав Красного Креста. Это люди, которые привлекаются к какой-то работе. Они не получают заработную плату. Это чисто добровольных за свой счет начала. Но, допустим, обеспечиваете транспортом, помогаете вы им. То есть, опять же, я услышала слово страхование. Вы страхуете своих волонтеров от несчастных случаев, заболеваний, я так поняла, в условиях пандемии. Это те, кто работают с проблемой ковида. То есть распространение. Вот, опять же, вы сейчас сказали, что пенсионеры. А мы говорили с вами еще про уязвимую группу, такую, как те же лица из мест лишения свободы, которые освободились. Те же без определенного места жительства и так далее. А ими кто-то занимается? Вот прививочная компания. Это проводится? Конечно, занимаются. Но если говорить, что вот мы, например, проводили круглый стол в Шумилино. И перед нами сказали, что такая группа будет в Оболе. Это сами волонтеры находят таких людей. И не только, это же совместность с здравоохранением. И решили взять поселок Оболь, где когда-то очень много направляли после мест лишения. Они там работали на обольском заводе керамическом. Поэтому и эта группа будет. И из мест лишения тоже. Мотивация будет для них даже. Во второй фазе этого проекта предусмотрено, что и можно будет гигиену им выдать, чтобы как бы мотивировать, чтобы они к нам пришли на вакцинацию. Для волонтеров будут обязательно формы, будут сумки, удостоверения. Так, то есть волонтеры получают одежду, то есть специальный универсальный костюм. Обязательно быть же с удоверением волонтера. Они будут у нас в электронной базе зафиксированы все. А вообще, что нужно для того, чтобы стать волонтером Красного Креста? Что для этого нужно? Ну, вы знаете, это нужно желание. Это прежде всего. То есть каких-то таких особых качеств вы не требуете? Качеств нет. Всем можно найти работу. Просто кто-то будет заниматься. Вот он много лет в отряде быстрого реагирования. Кто-то будет помогать медицинской сестре. Кто-то будет посылкой заниматься. Да, а кто-то придет первый раз и поможет во время зимних холодов. Как у нас студенты Шри-Ланки с медуниверситета приходили. Здесь было минус 30. У них плюс 30 на родине. Они говорили, помогали нашим лицам без определенного места жительства получить эти наборы продовольственные. Поэтому работы всем найдется. Но нужно записаться у нас на сайте, позвонить по телефону. У нас есть специалист, который именно работает по волонтерскому компоненту. Хорошо. Вы знаете, первая волна особенно. Вот во время первой волны коронавируса появились такие общественные объединения, волонтерские, где люди сами, потому что ситуация была аховая, то есть не было ни средств индивидуальной защиты, просто не знали, что делать. Вот такой был период рассеянности, и люди стали организовываться. Вам приходилось работать вот с такими общественными организациями, где люди сами собрались, сами разрабатывали программу помощи, собирали деньги, собирали материал какой-то? В принципе, понимаете, предложения у нас были партнеры, у нас очень много было в интернете, куда можно обращаться. Да, были такие, да. Это горячие обеды особенно. Да, да, да. В Солоцке это было связано. Да, были такие люди. Но больше мы занимались именно организованной этой работой, вместе с медицинскими. И помимо всего мы помогали и медицинским нашим лечебным учреждениям приобретение оборудования, например, кислородного концентратора. Мы закупили три кислородных. Один стоит 12,5 тысяч евро. Мы купили для Бабинической участковой больницы Витебского района, мы купили в Новополоцк, в городскую... Это именно Красный Крест. Да, да, это Красный Крест. Наши деньги, которые мы собирали, мы полностью давали. Кроме того, мы очень много занимались доставкой воды. Вот, заключили договор с Кока-Колой, и где-то около 40 тонн воды пришло на Витебскую область, мы раздавали в лечебные учреждения. Ну, потому что это протокол обходил. Знаете, Галина Петровна, все-таки, наверное, стоит еще раз вернуться к теме юбилея. Все-таки столетний юбилей – это очень важное событие, такое своеобразная черта, под которую подводятся итоги огромной-огромной работы. Я должна сказать, что готовились к этому юбилею вы основательно и задолго. Вот сейчас мы ненадолго привемся для того, чтобы посмотреть, как проходили эти события, но кому-то напомнить, как проходили эти события, посвященные этому знаменательному событию. Валентина Хаданенок уже 10 годов узначальвая районную организацию «Червоного крыжа». Очень много людей, которые нуждаются в нашей помощи. Это не только помощь материальная, гуманитарная, хотя и она очень важна. Мы помогаем адаптироваться, например, лицам, которые освобождены из мест лишения свободы. Мы помогаем нашим пенсионерам вести активный образ жизни, не быть забытыми. «Червоный крыж» зауседа оперативно реагуя на любые змены у громадстве. У пандемии волонтеры доставляли леки и продукты пенсионерам, які опынулись на вымушанной самоизоляции. А подчас селетней спеки раздавали минакам пятную воду. Зараз у центра уваги организации – мигранты. Для их рыхтуют зимовые речи, харчовые и гигиеничные наборы. У нас идет 18 международных проектов. И вот сейчас такие проекты, как укрепление материальной базы нашим лечебным учреждениям с нашими немецкими партнерами остается. Остается замечательный проект с норвежскими партнерами по укреплению нашего волонтерства. Проект «Вакцинация против ковида» очень много направлений имеет. На протягу 100 год за червоный крыш робить усе махчимое, как ни один человек не застался сам насам со своей бядой. И не морозницы, якое имяя наносить. Война, ци пандемия. Доброахвотники у лику перших спешаются на допамогу. И не чакают за это падяки. Это одна из тех организаций, о которой можно сказать, что путь эта организация идет через сердце. И те люди, которые приходят туда работать, они действительно отдают всю душу, отдают какое-то, наверное, человеческое сострадание, для того, чтобы оказать содействие сегодня тем категориям населения, с которыми они работают. Сегодня Товариство Червоного Крыжа – одно из наибуйнейших громадских объединений в Беларуси. У Витебской областной организации наличивается амаль 150 тысяч человек. Из них калятрок с половой тысячи волонтеры. Это программа «Прямая линия». Сегодня на наши вопросы отвечает председатель Витебской областной организации «Общество Красного Христа» Галина Петровна Желанова. Если в ходе нашей программы у вас, дорогие друзья, возникли вопросы, связаться с ней напрямую, вы можете по телефону, который указан на ваших экранах. Ну а мы, как всегда, ждем ваших писем на электронный адрес нашей редакции «Вопрос собаковый.тв.б». Звоните, пишите, ну а мы продолжаем. Галина Петровна, знаете, я вот о чем подумала. Вот мы говорим, кто может стать волонтером, а вот кто может рассчитывать на вашу помощь, помимо вот этой категории, которая как бы, ну, они находятся на каком-то определенном учете. То есть это люди, которые выявлены и которые действительно находятся под контролем, в том числе вот как бы контролем общества Красного Христа. А вот беда бывает всякая и у разных людей. Кто может к вам обратиться и рассчитывать на помощь Красного Христа? Что для этого нужно? То есть насколько неординарно должна быть вот ситуация, в которой оказался вот человек, который нуждается вот в реальной помощи. И какая это помощь? Это могут быть финансы? Нет, финансы, к сожалению, мы не оказываем финансовую помощь, потому что по положению мы можем закупить продовольственные наборы, гигиенические наборы, мы можем приобрести одежду. Вот соберем детей в школу, акция была, помочь им. Медицинскую помощь оказать, если это необходимо. Но финансов нет. Просто есть такое положение. То есть это продукт питания, одежда, да? То есть какие-то такие... Понимаете, буквально я не могу сказать, что кому-то можно отказать. Но здесь есть выборочный подход. Это надо, чтобы был действительно человек находился в уязвимой категории. То есть реальный повод. Да, реальный повод. Например, если получился пожар, это считается чрезвычайной ситуацией. Мы таким тоже погорельцем оказываем помощь. Что для этого нужно сделать? Это единственное представить справку о том, что действительно был пожар. То есть в любом случае изначально человек, оказавшийся, наверное, в трудной жизненной ситуации, может обратиться, а в данном случае его, скажем так, обращение рассмотрится или хотя бы подскажет, что делать и куда дальше. И если не мы можем, то мы сможем перенаправить в другие службы, где окажут помощь. Поэтому при обращении мы просто... Эта работа с гражданами специально у нас очень хорошо отлажена. Я знаю, что общество Красного Креста активно работает с многодетными семьями. То есть несмотря на то, что и государство уделяет очень много внимания этой категории, скажем, граждан, внимание, то есть и вы не обходите? Да, мы не обходим. У нас во время ковида мы тоже смотрели экономическую составляющую, кто болел, кто пострадал из многодетных семей. И у нас была ваучерная программа. То есть целая программа была по работе? Целая программа. То есть мы помогли 1600, где-то 50 человек у нас получили. Из них 50% это были многодетные семьи. То есть на одну семью выделялось до свыше 4-х человек, 5-ти. Значит, выделялось где-то 3 ваучера. На Милалом 135 рублей один. А хорошая ситуация. К вам сами обращаются люди, многодетная семья может сама обратиться? Она может сама обратиться, но мы знаем по району. У нас очень мало осталось времени, а тема очень важная и интересная. Вот мы сейчас говорим, знаете, на слуху, все-таки Витебская область граничит сразу с тремя государствами. Ну, а мы знаем, какая сегодня ситуация сложилась на границе со странами Прибалтики и Польши. Как у нас? Я думаю, что вы, общество Красного Красного Красного, должны быть в курсе вот этой ситуации. Вы знаете, у нас обстановка не такая, как на польской границе. У нас все спокойно. Я буквально была 15-го числа, посещая свой округ, была и в погранотряде. Мы посмотрели на перспективу. Но вы готовы? Да, мы готовы. Мы еще уточнили у наших пограничников, что нужно. Значит, сказали гигиена, но это на перспективу. Если будет... То есть вы просто должны подготовиться, чтобы в случае ситуации такой ситуации? Сейчас мы дали задание нашим Новополоцку и Полоцку, чтобы подготовили зимнюю одежду, потому что уже резко холодно стало. Они готовят мужскую, детскую одежду, чтобы у нас было, чтобы можно было оказать помощь. В случае необходимости. Да, в случае необходимости. Поэтому такой экстенной ситуации у нас нет сейчас. Депутатская работа. Тоже очень интересно. Знаете, вы, наверное... Мне просто удивляет, что у вас есть... Вы сами для себя придумали точный график. График депутатской работы. То есть раз в месяц вы обязательно бываете в своем округе. И каждый раз это разные адреса. Вот на сегодняшний день Рассунский избирательный округ. Он не ограничивается Рассунским районом. Да. Я знаю, что он расширился несколько у вас. У нас расширился, но округ создается по числу жителей. Поэтому мне добавили часть Полоцкого округа и Новополоцк, это Боровуха. Я там очень часто бываю, знаю все потребности. Но, конечно, больше уделяю внимание нашему сельскому населению. Вот это говорим про Рассунский район. Да, про Рассунский район. Вот буквально 15-го числа у меня был прием граждан. И мы сделали для того, чтобы удобно было людям добираться, такой выездной прием. И он был в сельском совете. Мне помогал вести прием наш председатель районного совета Федоров, председатель сельского совета. Люди обращались по разным вопросам. То есть, скажите, с учетом того, что вы были делегатом Всебелорусского народного собрания, изменение в Конституции, вот такие вопросы люди волнуют? Ну, людей очень волнуют. Очень волнуют. И особенно много сейчас уже как бы определены предложения, уже на сайте размещены. Да, уже все это. Но в начале, когда мы приезжали, поверьте, люди были неравнодушны. Приходили, предлагали свои вопросы, спрашивали, куда обратиться. Ну, активно даже в сельской местности. Елена Петровна, самый последний вопрос. Вы как депутат и как председатель общества Красного Креста. Скажите мне, пожалуйста, у вас есть возможность помогать своим избирателям, вот будучи председателем Общества Красного Креста. Ну, конечно. Конечно, есть возможность. И укрепление лечебной базы больницы можно помогать. И вот сейчас есть обращение территориального центра. И даже есть покупка бояна. Школы, я знаю, что это сегодня. Все это на заметочке, и постепенно мы это делаем. Но вот вы говорили о графике. И график у нас единый. У всех депутатов областного совета мы один раз выезжаем на прием. Но кроме этого, люди обращаются и звонят. И не обязательно это, чтобы поехать туда. Можно и... Безусловно, и по телефону, то есть всегда нужно с вами связаться. Галина Петровна, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Я вам очень благодарна за нашу сегодняшнюю встречу. Вынуждена опять просить вас о скорой встрече, потому что, к сожалению, вопросов осталось достаточно много. Поэтому вам всех благ. Еще раз с праздником, с юбилеем всех ваших коллег, сотрудников и ветеранов. И до новой встречи. Спасибо. Дорогие друзья, на этом наша передача завершается. Спасибо, что были с нами. Всего вам самого доброго. Берегите себя. И пусть у вас все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова